В сентябрь 2016-го теперь войдет в историю улицы Ломоносовской, говорят ее жители. Ведь именно в сентябре здесь провели капитальный ремонт дороги, какого она не видела много лет. Юрий Дроздов живет на Ломоносовской с 2010-го, помнит только ямы и ухабы. Теперь это в прошлом, настоящие 800 метров гладкого полотна. Есть кое-какие еще у нас рабочие варианты, да, мы носим тут незаконные постройки, будем доделывать, благоустраивать. Но самое основное, то что полотно, практически новая дорога, это называется, знаете, возрождение этой улицы. Оценить проделанную работу на Ломоносовскую приехал глава города Анатолий Пахомов. Оценить и поблагодарить предпринимателя, который вложил деньги в ремонт улицы. Он не просто залил ее бетоном, рабочие уже заканчивают прокладывать ливневки. Попутно с улицы убирают незаконные строения, старые гаражи. Процентов 20 улиц города, оно делается за счет как раз вот таких подрядчиков, которые либо строят, либо бизнесом занимаются. Спонсорская школа, Ишевская, она достаточно эффективно у нас работает. Предприниматели в городе Сочи много делают, очень много делают. Ремонт Ломоносовской, говорит мэр, отличный пример социальной ответственности сочинского бизнеса. Но ответственными должны быть не только предприниматели, но и сами жители. Мусора у дороги и на территориях частных домов быть не должно. Наша задача, мы приведем порядок ливневки, дороги, обрезку деревьев здесь делаем. А ваша задача привести в порядок свое жилье. Это в принципе мотивация, потому что ну как, во-первых, жить по-человески, в красивом домике, в дворик должен быть вычищенный. Ломоносовская – это лишь одна из улиц, приведенных в порядок. На ремонт и содержание сочинских дорог из краевого и муниципального бюджета выделено более 200 миллионов рублей. Рассказал во время рабочей встречи директор управления автодорог, первому заместителю главы города Сочи Мугдину Чермиту. Губернатор подписал постановление, в котором городу Сочи выделяется около 200 миллионов на строительство автомобильных дорог в городе Сочи и 134 миллиона на содержание автомобильных дорог города Сочи. По содержанию это Эстасадок, Красная Поляна и Меретинская Низменность. По ремонтам мы имеем 32 дороги во всех четырех районах. Сейчас проходит процедура торгов. Определяется подрядчик. В планах выполнить все работы до конца года. Еще 26 миллионов из городской казны потратят на ямочный ремонт. В списке 46 улиц, расположенных во всех четырех районах курорта. Сейчас начались ремонтные работы на федеральных автодорогах. Это Кудепстинские мосты, это Мацестинский тоннель. Надо, чтобы дорожная сеть, которая в ведении муниципалитета, не отставала. Как только пройдут торги, надо будет сразу приступить к этим работам и использовать себе каждый погожий день. В 2016 году Сочи принял более 220 крупных мероприятий международного и федерального уровней. А уже в следующем таких событий будет более 300. То есть вырастет нагрузка в том числе и на дорожную сеть курортов. Поэтому все полторы тысячи километров сочинских дорог нужно содержать и вовремя ремонтировать.